Уважаемые сёстры, хвала Аллаху, альхамду лиллях, что Всевышний сделал нас мусульманами. Также хвала Аллаху, что Он избрал нас умой лучшего посланника Мухаммада, который как свидетельствует сам Коран Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах сообщает нам, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, был послан как милость для всего человечества. Мы знаем, что Он для нас пример во всем, во всех отношениях человека. Однажды, когда посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, находился вместе с Умаром, старым халифом, ради Аллаху ангу, он спрашивает Умара, Умар. Вера человека не бывает совершенным, пока он не полюбит посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Когда Умара спросили, любишь ли ты меня, имеется в виду посланника Аллаха, Умар сказал, чем моя семья, чем мое имущество, чем мои дети, я говорю, я тебя люблю, о посланник Аллаха. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал, а ты больше, чем себя любишь меня? Он ответил, нет. Потом посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал, я клянусь, в чьих руках находится моя душа, что вера человека не становится совершенным, пока он не полюбит посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, чем его семья, чем его дети, чем свое имущество и чем самого себя. После этого Умара, ради Аллаху ангу, сказал, о посланник Аллаха, сейчас я люблю тебя больше, чем себя. После этого посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, ему ответил, сейчас твоя вера стала совершенной. Мы знаем из многих примеров посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, когда сподвижники были готовы отдавать свои души ради посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Потому что счастье было в следовании за посланником Аллаха. Однажды, когда посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, находился вместе с подвижниками, посланник Аллаха сказал, сейчас из этой двери войдет человек, который является обитателем рая. Сейчас через эту дверь зайдет человек, который является обитателем рая. Имеется в виду, он будет раю после смерти. Для них стало интересно, для сподвижников. Многие подумали, что сейчас из двери зайдет известный сподвижник. А на самом деле, все самые известные, выдающие сподвижники, Абу-Бакар, Умар, Руфман, Али, Саабин Абил-Акас, Абу-Убайтад бин-Уджарах, Алха, Зубайр, они, тем, которым при жизни было обещано рая, действие сподвижников, многие из них присутствовали в этом мажлисе. Для них было очень интересно, кто же войдет через эту дверь. Потому что посланник Аллаха свидетельствует, что он из обитателей рая. Для них этот момент был очень интересным. И пришел один человек, не очень известный, среди сподвижников. Для них было интересно потом. Следующий день, настал следующий день, тот же мажлис. Посланник Аллаха повторяет те же слова. Через эту дверь зайдет тот человек, который является обитателем рая. Для них было интересно, опять зашел тот же человек, который пришел первый раз. Эта история повторилась три раза подряд. Один и тот же человек, не очень известный. И посланник Аллаха свидетельствует, что он является обитателем рая. Прерывая эту историю, уважаемые сестры, это история, к чему в конце мы сделаем вывод, в конце этой истории. Там есть один момент, который Всевышний Аллах может даст человеку рай, если он будет следовать именно этому, то, что у нас будет в конце итог. Если сказать, это не очень трудная вещь, но потом мы поймем в конце, что в каждом из нас в каком-то процентном отношении это все присутствует. Мы рассказываем историю, чтобы извлекать урок. Мы знаем, что во времена сподрежников били времена, когда говорили мало, но делали много. А мы знаем, что мы живем времена, когда приближается конец света, говорим много, а делаем очень мало, очень мало. Сподрежники говорили, Мы слышим тебя у посланника Аллаха и повинуемся. И они сразу же повиновались, действовали, как им говорил, как им завершал посланник Аллаха. А у нас мы говорим, мы слышали, а мы не говорим. Повинуемся означает, что мы уже своими действиями выражаем, выражаем, что мы на пути истины, что мы следуем за посланником Аллаха. После этого среди сподрежников, когда посланник Аллаха говорил, что через эту дверь зайдет один из обитателей рая, был Абдуллах ибн Умар, сын Умар бину Хатаба. Среди сподрежников были те, которые как бы обладатели знаний, которые другие сподрежники тоже, которые подходили им насчет шариатских вопросов. Абдуллах ибн Умар был один из таких. Он был очень ревнивым человеком по отношению к религии. Он всегда то, что видел хорошее, всегда старался этого делать, добивался этого. Ему чрезмерно было интересно, что же послужило, какое же действие, или что послужило, что этот человек является обитателем рая. Чем он это заслужил? Ему было очень интересно. Чрезмерно интересно, потому что он был очень ревнивый человек по отношению к религии ислам. Чрезмерно ему было интересно, после третьего раза, когда этот человек зашел, посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, встал и ушел из подвижни, когда расходились, Ибн Умар, Абдуллах ибн Умар, он последовал за этим человеком и сказал, я дал обещание самому себе, самому себе, что не пойду домой, пока не остаюсь с тобой и не увижу, что за у тебя действие, что ты делаешь, каким человеком ты являешься. Дай мне разрешение побыть с тобой в течение двух-трех дней. Если ты мне ответишь, если ты этого мне не предоставишь, я домой пойти не могу. Я такой, как бы ахд, как хукму, как бы такой уговор сам себе дал. Вот так ему сказал Ибн Умар, Абдуллах ибн Умар. Даже говорят о его ревнивости. Однажды его в Медине, этого Абдуллаха ибн Умара, увидели, что он, когда приходил в мечеть, когда можно было пойти прямо в мечеть, он, как бы обходя пальмы ветвей, как бы обходя деревья, пальмовые деревья, обходом шел туда. И один у него спрашивает, а почему ты прямо не идешь, там дорога короткая же, ты обошел вот эти деревья, пальмовые деревья. Он сказал, что я увидел, именно посланник Аллаха вот отсюда приходил иногда. Вот таким образом он следовал за посланником Аллаха, максимально старался следовать. Таким человеком он был. Поэтому очень ему было интересно, что же в этом человеке, что он заслужил, что он посланник Аллаха свидетельствовал, что он является обитателем рая. Потом Абдуллах ибн Умар находился с этим человеком в течение трех дней. Он за ним следил, за этим человеком. Он не находил, что он усердствуется в поклонении Аллаха, такого необычного у него тоже не было. Чтобы он соблюдал каждый раз пост, такого он тоже в нем не увидел. Чтобы он по ночам встал и до утра поклонялся Союзшему Аллу, тоже он не увидел в нем в течение трех дней. Прошли трех дней, три дня прошли, потом естественно ему было интересно, он не видел в нем такого сверхъестественного. Ему естественно было очень интересно. На третий день он спрашивает этого человека, он ему говорит, ты знаешь, мы сидели с посланником Аллаха алейхи саляту вассалям, и посланник Аллаха сказал, что через эту дверь зайдет один человек, который является обитателем рая. А ты знаешь, кто это был? Три раза это повторилось. Этот человек говорит, естественно, я не знаю, я узнаю, если ты скажешь, кто это был. Он говорит, это был, говорит, ты. И он удивился, этот человек тоже. И Ибн Умар у него спрашивает, вот мне было очень интересно наблюдать за тобой, чем ты это заслужил. В течение трех дней я за тобой наблюдал и в тебе не увидел ничего особенного, чтобы тебя выделило из других сподвижников. И я сейчас тебе задаю вопрос, интересно, что в тебе такого? И здесь один ответ. Но прежде чем я скажу этот ответ, у нас должен быть договор, что мы, начиная, конечно, то, что начиная от себя, что мы будем следовать этому. На самом деле, это не трудная вещь. Это не трудная, ничего делать не надо. Ночами там делать рибада тоже не надо. Постоянно поститься тоже не надо. Это такая вещь, которая находится у нас в сердцах. Просто мы осознанно должны изгонять вот эту вещь из наших сердец. Такого трудного там нет. Естественно, мы сами себе даем договор, что мы будем следовать. Потому что если просто... Мы же вначале сказали, что сподвижники говорили, мы слышали о посланнике Аллаху и подчинились. И следовали за этим. Поэтому, пожалуйста, уважаемые сестры, прежде чем прозвучить ответ, дайте сами себе, делайте договор, что вы хотя бы каким-то образом будете следовать за этим. Будете следовать за этим. Если у нас взаимный договор будет, я это скажу. А если не будет, не скажу. И вы должны знать, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорил, из признаков лицемерия является, когда человек говорит, лжет. Когда он договаривается и нарушает этот договор. Поэтому этот договор тоже не нарушайте. И что же это самое интересное? Что же было? Как, что же ответил этот человек Ибну Умару? Что священный Аллах его сделал обитателем рая? Из-за чего священный Аллах сделал его обитателем рая? Он говорил, конечно, ему тоже было интересно, что посланник Аллаха свидетельствовал про него, что он из обитателей рая. Он сказал, я, говорит, очень много не усердствую поклонений священному Аллаху. Но, я, говорит, всегда, когда ложусь спать, я ложусь, не имея ничего по отношению к другому рабу Аллаха, никакой зависти к отношению к этому человеку, прощая всех, не имея никакой зависти или плохого нрава, или плохого мнения о другом человеке, о любом человеке раба Аллаха. С такими намерениями я всегда сплю, каждый вечер, прощая все, всем все. И на самом деле вот этим вот этим священному Аллах сделал его обитателем из ада, обитателем из рая. Поэтому, уважаемые сестры, теперь ответ мы сами вот поразмыслите над этим и подумайте, вот каждого человека обязательно бывает ненавист к другому человеку. Это присутствует в каждом из нас. И на самом деле, чтобы изгнать из сердца этого никакой такой тяжелой ноши или это же не такая уж сложная ситуация. Вот этот сподвижник, он все всем простил, почему он этого сделал? Потому что сам священный Аллах говорит, если вы хотите, чтобы я простил ваши грехи. Мы же поклоняясь священному Аллаху, взывая к священному, плакая, мы же просим священному Аллах, чтобы он нам простил. Также священный Аллах любит, чтобы мы прощали друг над другами. Священный Аллах говорит, иногда священный Аллах говорит, довольство мною, вами, если вы хотите, чтобы я вас простил, я тоже так же люблю и хочу, чтобы вы простили друг друга. Поэтому вот этот сподвижник, для того, что он все всем прошал, и у него в сердце не было даже хрупинки ненависти по отношению к другому человеку, из-за этого Всевышний Аллах его сделал обитателем рая. Обитателем рая. Поэтому, уважаемый Иисус, такая поучительная история. Пусть Всевышний Аллах, конечно, даст нам тавфир, чтобы следовать за истиной. По ходу нашей программы, вначале я забыл вам говорить, вы в письменной форме, в устной форме тоже можно, вы подготовьте вопросы. Если стесняете, задавайте в письменной форме на маленьких бумажках, и в конце, в устной форме вы тоже можете задавать вопросы. Мы, иншаллах, по ходу нашей беседы постараемся вам ответить. Однажды, когда посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, находился в Арафа, это был прошальный хадж нашего посланника Аллаха, саллиллаху алейхи салям. Не прошло время, много времени после этого посланник Аллаха покинул этот мир. Был неспослан один из самых последних аятов. Этот аят сурат помогал ему во всем, тем, что он одолел над врагами Аллаха. Над врагами Аллаха. И полной форме через Коран были, имеется ввиду, полной форме через Коран была передана информация о религии, ислам. Все ахкамы, все законы были переданы в Коране. И это в завершающем аяте Всевышний Аллах сказал, твоя вера уже совершена, усовершенствована. Все блага, которые Всевышний Аллах тебе дал, тоже Всевышний Аллах тебе дал. И Всевышний Аллах доволен тем, что он выбрал для тебя религию, ислам, религией. После этого аята многие сподвижники обрадовались, кроме Абу Бакра. Он опечалился сильно. Потом к нему подходят сподвижники и говорят, о, Абу Бакар, почему ты опечалился? Ведь не способен аят, что все уже стало совершенным, что Всевышний Аллах усовершенствовал, весь нимат Всевышний Аллах наделил благами всю уму посланника Аллаха. Почему ты опечалился? Абу Бакар ответил румару, потому что после совершенства, после совершенства бывает что-то имеется ввиду, этим Абу Бакар понял, что приблизился конец нашего посланника Аллаха, саллиллаху алейхи сказал, что после совершенства, после совершенства обязательно ждет какая-то утрата. Вот этот аят это и мне оповещает. Поэтому очень многие сподвижники тоже стали плакать, стали печалиться, стали печалиться. Там один из последних проповедей, которые сделал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, там были такие слова. Посланник Аллаха сказал, я ма-шар аль-муслимин, о правоверные, инни кунту лакум набиян ванаси ан вадаян иллахи би-изнихи. Для вас я был посланником Аллаха, и который настаивал вас на путь истины, и призывал вас к истине. Вакунту лакум каль-ахил мушафа и вал-абир-рахим для вас я был как для каждого из вас я был как старший брат и как милостливый отец, который обращался с вами максимально приветливо, максимально хорошо, красивыми, лучшими нравами, и который заботился о вас больше, чем заботятся родители о своих сыновьях. И когда посланник Аллаха переселился, имеется ввиду после этого, после последнего хаджа он пришел в Медину, это был последний день посланника Аллаха в этой земной жизни. Посланник Аллаха сказал алейхи саляту вассалям, если среди вас есть кто-нибудь, любой человек, по отношению к которому я притеснял или угнетал, встаньте, говорит, встаньте, и я восполню те потери, которые он от меня был. Имеется ввиду, если среди вас есть тот человек, который хочет брать с меня хисас, тот человек, который я притеснял или угнетал, или сказал что-либо, или поступил не так, пусть встанет, и я хочу, чтобы я встречал с Вишнева Аллаха чистым. После этого никто не стал, естественно, кто встанет против посланника Аллаха саляту алейхи саляту посланник Аллаха эти слова повторял второй раз, повторял третий раз, после того, как посланник Аллаха повторил эти слова третий раз, стал один человек, которого зузали рукашет, и он стал перед посланником Аллаха алейхи саляту вассалям и сказал о посланник Аллаха, я готов пожертвовать ради тебя моих родителей, фидака абива умия рассуляллах, если бы ты не призывал это второй, третий раз, я бы не хотел ничего сказать, я бы не хотел стать перед тобой, но когда ты третий раз это все повторял, я встал, я, он говорит, посланнику Аллаха, однажды говорит, о посланник Аллаха, я был с тобой в газователе прибадар, и после того, как мое верховное животное приблизился с твоим верховным животным, я приблизился к тебе, я приблизился к тебе, чтобы поцеловать твою ногу, тем самым, чтобы Всевышний Аллах облегчил мне все, и чтобы я стал с тобой в Ахирате, когда я приблизился к тебе, о посланник Аллаха, тот палк, который был рядом с тобой, когда ты хотел ударить эту палку на верховное животное, на верблюдо, это коснулось меня, и после этого, я не знаю, посланник Аллаха, ты это все сделал, имеется ввиду, ты нарочно это сделал, или специально, я этого не знаю, о посланнике Аллаха, вот так он ему сказал, после этого, посланник Аллаха сказал, как ты так мог подумать, о Рукаша, как я мог заранее, имеется ввиду, естественно, это нарочно получилось, получилось у меня, после этого, посланник Аллаха сказал, о Белял, ты, говорит, пойди домой, где Фатима, и скажи ей, чтобы она дала ту палку, которая была со мной при Газавате, при Бадар, Фахараджа и Белял встал с мечети, в которой они с подреждинкой собрались, и они пошли, после этого, она, он, Белял обращается, подходит к двери Фатима и говорит, и стучит в двери, Фатима говорит, кто там находится у двери, Белял сказал, о Фатима, я, говорит, пришел, чтобы взять палку посланника Аллаха салли Аллаху алейхи вассаляма, которая была вместе с ним при Газавате, при Бадар, она сказала, о Белял, для чего тебе палка, для чего тебе она нужна, зачем ты ее требуешь, Белял сказал, о Фатима, посланник Аллаха алейхи вассаляму хочет жертвовать собой, хочет дать кисас одному человеку от себя, который именно, который получился этой палкой, Фатима говорит, я, Белял, кто же сможет, кто же осилится для этого, чтобы взять от посланника Аллаха кисас, после этого она взяла эту палку и дала Белялу, и Белял пришел, разы Аллаху в мечеть, и отдал эту палку посланнику Аллаха салли Аллаху алейхи вассаляма, и посланник Аллах естественно передал эту палку Укаша, когда этого увидели подвижники посланника Аллаху алейхи салли Аллаху алейхи вассаляма, когда они увидели происходящее, Абу Бакр сказал, я, Укаша, вот мы перед тобою, Абу Бакр, ты возьми у меня кисас, не от посланника Аллаха алейхи вассалям, удар меня этой палкой, после этого посланник Аллоху алейхи салли Landh сказал, останься, говорит, Абу Бакр, священный Аллах увидел твои намерения. И пусть Всевышний Аллах воздаст тебе благими, благой вознаграждений. Всевышний Аллах узнал твой нет, твои намерения. Потом встал Али и сказал, ты знаешь, ой, Рукаша, что я как всегда был рядом с посланником Аллаха саллиллаху алейхи вассалям. Мое сердце не выдержит этого, если ты ударишь посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма. Вот, если хочешь, мое все тело удар на любое место и остав посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма. Посланник Аллаха ему тоже ответил, ой, Всевышний Аллах тоже узнал твоё положение и твоё намерение. После этого встали внуки посланника Аллаха Хасан и Хусейн. Они сказали, ой, Рукаша, ты же знаешь нас. Мы являемся внуками посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассалям. Если ты у нас возьмешь access, не от посланника, это одно и то же. Потому что мы из одной плоти посланника Аллаху, алейх и вассалям. Посланник Аллах, алейх и саляту вассалям, сказал им тоже, «Укуда, якурата айни, садитесь у моей внуки». Сырешный Аллах тоже узнал о вашей намерении. И пусть Сырешный Аллах вознаградит вас. После этого процесса все сподвижники тоже наблюдали за этим. Многие стали плакать. Потом посланник Аллах, алейх и саляту вассалям, сказал, «Я, Укаша, ты водка, тебе палка, и ты удар, если ты хочешь ударить». Потом Укаша, разли Аллаху, говорит, я, Расуль Аллах, о посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, когда ты ударил этой палкой верблюда, у меня, говорит, кожа была видна, над нём не было одежды. Я тоже хочу, чтобы ты показал свою кожу. После этого Факаша, Расуль Аллаху, посланник Аллаха поднял свою одежду и показал ему кожу, кожу живота. Потом все мусульмане, естественно, стали плакать и наблюдать, что происходит. После того, как Укаша, разли Аллаху, увидел нур, который исходит от тела посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, он стал целовать губами это место посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, и сказал, Я готов жертвовать, о посланник Аллаха, ради тебя, свою душу. Кто же сможет, чтобы взять у тебя кисас? Моё намерение было таково, о посланник Аллаху, алейхиссалям. Я специально это всё сделал для того, чтобы моя кожа коснулась твоей кожи, о посланник Аллаху, алейхиссалям, и этим Всевышний Аллах спас меня от ада. У меня было только такое намерение, о посланник Аллаху, алейхиссалям. Чтобы Всевышний Аллах не мучал муками ада ту кожу, которая прикасалась к коже посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. После этого, конечно, естественно, все сподвижники, которые наблюдали всё это, стали плакать. Потом посланник Аллаху, алейхиссалям, сказал такие слова. Те, которые хотят увидеть человека, который является обитателем рая. Обитателем рая. После этого стали мусульманы из своих мест. Они начали целовать лоб этого Укашата. И говорили, о радость тебе, о Укаша, нильта дараджат иль уля. Всевышний Аллах вознагадил тебе большими благами. И что ты будешь рядом с посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям, в раю. Поэтому, уважаемые сёстры, пусть Всевышний Аллах сделает для нас лёгкой, сделает нас обитателями заступничеству посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. И пусть Всевышний Аллах с этими сподвижниками. И с другими, которые постарались ради посланника Аллаха, жертвовали всем, ради посланника Аллаха, объединить нас в раю. Алхад бин Зубайр был такой сподвижник. При битве в Ухуде, он был рядом с посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям. На его спине было 70 ранений, которые он получал, защищая от посланника Аллаха. Но ни одного ранения не было на животе. И потом посланник Аллаха, естественно, защищая его, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорил, «Если вы хотите увидеть живого шахида, то посмотрите на него». Вот так они из подвижника посланника Аллаха, алейхиссалату вассаляма, были готовы отдать все и все ради посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Поэтому наша задача тоже следовать, максимально следовать за посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям, за его красивыми нравами, за теми его изречениями, которые посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, нам говорил. Пусть священно Аллах даст нам для этого талфейх, уважаемые сёстры. В хадисе, который передал Турмудзе ибн Умаджах, говорится, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорил, то, что обязуется женщина, это постоянство следования за посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям, если женщина будет молиться пять раз в день и постоянно, когда делая намаз, будет постоянствоваться на худуре, худур имеется в виду постоянное поминание Всевышнего Аллаха, если она будет поститься в месяц Рамадан, и если она в рамках шариата будет усердствоваться в довольство мужа, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, что в Сеюшне Аллах ей скажет, заходи с любых дверей в рай. Вот так говорит посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит, Та женщина, которая упорствует в этих вещах, о которых мы сказали, в постоянном пятикратном молитве, в соблюдении поста в месяц Рамадан, и в довольстве мужа в рамках шариата, и если она укроет себе полностью, как это требует у нее шариат, и Сеюшне Аллах, такая женщина говорит, такой женщина, говорит, просит прощения, те птицы, которые летают, даже те рыбы, которые находятся в морях, те ангелы, которые находятся в небесах, даже солнце, даже луна, когда она находится усердствована именно в этом, для нее они просят, чтобы Сеюшне Аллах простил ее, чтобы Сеюшне Аллах простил ее. Так же говорится в другом изречении посланника Аллаха, саляму, «Каля Расулу Аллах, «Айюма мраятин, любая женщина, которая умрет, ва завджуها анха разин, и если ее муж ее доволен, ею дахалат иль-джанна, она зайдет в рай», тоже свидетельство, от посланника Аллаха, саляму, а ва саляму. Еще в другом изречении передается от посланника Аллаха, Любая женщина Сабарат Если она Будет терпелива К плохим нравам своего мужа У женщины муж Плохих нравов Если она будет усердствовать В терпении Будет терпелива Будет вынашать Тяготы мужа Тяготы семьи Даст этой женщине Из благ Из Аджру Который дал Асия Жене Ферауна Жене Ферауна Такой степени Она будет возле священного Аллаха Однажды Один человек подошел к Умару С подвижнику И этот человек Стал говорить Этот человек Пришел к Умару Он хотел прийти к Умару И ему сказать Что у него жена плохая Что ему делать Что у него жена У плохих нравов У него плохие нравы Что ему следует делать Когда он пришел к Умару А Умар ничего Жене не отвечал И просто слушал ее И все Ничего Ответ не говорил Грубо ей не отвечал Если она даже говорила Грубо со своим мужем Умар грубо ей не отвечал После этого Этот человек Который пришел Пожаловаться О своей жене К Умару Он принял решение Что ему этого не говорит Он обернулся И пошел обратно Когда он видит Что Умар перенес Вот этот момент Он думал Что зачем жаловаться Уже Естественно Умар увидел Этого человека Умар увидел Этого человека И сказал ему Умар ему говорит Почему ты обернулся Зачем ты пришел Для чего ты пришел Ко мне Я Амир Аль-Му'минин Я говорю Тебе пришел Потому что Моя жена Постоянно спорит со мной У нее плохой нрав Я хотел Пожаловаться На свою жену О повелитель правоверных И постоянно Она меня ругает Распускает свой язык А когда я услышал Тот спор Который произошел С тобой И с твоей женой Я уже подумал Что уже Выразится Уже нечем Выразится нечем И я решил Пойти обратно Я подумал Если такого состояния Если Вот просто Такого состояния Амир Аль-Му'минин Умар Ради Аллаху Со своей женой Какое же Мое состояние Я тоже потерплю После этого Умар сказал Я Ахи О мой брат Гарит Вот такой Плохой нрав Моя жены Или спор Ее со мной Я это выношу Я это оставляю Почему Потому что На самом деле По шариату Жена же не обязана Готовить еду Для мужа Она говорит Выполняет свою обязанность Даже то что Она не обязана Готовить еду для меня Так же стирает Ее плохие нравы Или ее споры Потому что Она делает Более важное Он сказал Он сказал Мы Мы Являемся Именно мы Живем Те времена Когда Приближается Конец света Даже Сахиху Муслима Бухари Передается Хадис Которым Которым Элементарно Один пример Я хочу Привести Посланник Аллаха Говорит Хадис Передается Бухаре Посланник Аллаха Сказал Аллах Урду Дусит Там Байна Ида Исаа Вы Говорят Приготовьте Будет Шесть вещи Когда Приблизится Конец света Когда Приблизится Конец света В те времена Когда Посланник Аллах Аллах Салят Вот это Говорил Нынешний Иерусалим Во времена Посланника Аллаха она была в руках римлян в руках римской империи и говорит о том, что она будет в руках мусульман это было вообще сверхъестественно сверхъестественно, потому что тогда римская империя была бы могущественной посланник Аллах, алейхиссалату вассалам, сказал мусульмане, говорит, мусульманское войско зайдет в Иерусалим и возьмет ее это тоже, говорит, является как бы предвещением как бы предвещением день суда очень, говорит, увеличится убийство, смерть мы тоже последний день и видим, уважаемые сестры, вокруг что происходит, руками мусульман убивают тех же мусульман тех же мусульман а эти старания врагов Ислама, которые они стараются которые они стараются также посланник Аллаха сказал, алейхиссалату вассалам будет, говорит, фитна который мы сейчас видим из средств массовой информации не будет ни одного дома арабов кроме как эта фитна будет у них в доме сегодняшний день мы видим в арабских странах что происходит посланник Аллах, алейхиссалату вассалам это предвещал еще 1400 лет назад еще один очень важный момент посланник Аллах, алейхиссалату вассалам сказал 1400 лет назад посланник Аллах это говорил бану асфар муфассирюны говорят, что эти бану асфаром они называют запад западные страны страны Европы и Америка между вами, между арабскими странами между ними, говорит, будет худнатун, будет перемирие, говорит фаяхдируна потом будет война они придут под 80 под 80 разными имеется ввиду мы видели, как через средства массовой информации странах организации объединенных наций там они приняли единогласное решение чтобы вводить войска в Ливию вводить войска в Ливию чтобы был раздор среди мусульман и мы видим сегодняшний день очень много мирных жителей арабских стран умирают от этого погибают вот об этом тоже было оповещение посланника Аллаха салли Аллаху алейхи вассалям посланник Аллаху они, говорит, придут под 80 разными флагами там в объединенных организациях объединенных наций там есть разные государства тахта кули гаятин и сна ашара альфан после вокруг каждого флага, говорит, соберутся огромное количество войска вот это вот тоже мы увидим уважаемые сестры потому что это время, в котором мы живем это время приближения конца света приближения конца света и появление Махди алейхи вассалям который наведет порядок будет будет Иса алейхи вассалям он тоже спустится на белый минорет в масштабе Амавии в Сирии который находится после этого естественно будет порядок но после этих дней уже после Махди время после Махди и после Иса конечно зачем уже жить потому что будет куфор будет раздор и будет день суда пусть Совершный Аллах нам даст тавфик объединиться вокруг сунны и посланника Аллаха алейхи саляту вассалям и мы надеемся что Совершный Аллах наделет нас его заступничеством ассаляму алейкум арахматуллахи а баракату Абдикат Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok